Сотрудники Центральной городской библиотеки тщательно подготовились ко встрече со школьниками. На экране светится эмблема всероссийского конкурса «Юных чтецов. Живая классика». Стулья расставлены амфитеатром, а на импровизированной сцене появилась гармоничная декорация, книжная выставка, поражающая своим разнообразием. В зале искусства повисла тишина. Последние мгновения перед творческим состязанием напряженные. Судьи настраиваются на прослушивание, а конкурсанты сосредоточенно повторяют тексты. И вот, муниципальный этап «Живой классики» открыт. Его участников приветствует директор Центральной городской библиотеки. Вера Еремеева рассказала о современных возможностях учреждения. У нас есть доступ к виртуальным читальным залам электронных ресурсов президентской библиотеки имени Ельцина. Она сама находится в Санкт-Петербурге. В читальном зале имеется доступ совершенно безвозмездно. И к национальной электронной библиотеке. Ко всему прочему, мы активно оцифровываем наши замечательные краеведческие фонды. А еще в этом году на все территории Московской области внедряется единый электронный читательский билет. После короткого информативного приветствия началось и само прослушивание. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Юных чтецов. Живая классика» приняли участие ученики с 5 по 11 классы, победители школьных туров. Первой выступила Ульяна Полковникова с рассказом Евгения Носова «Трудный хлеб». Именно эта пятиклассница задала настрой всему дальнейшему действию. Столь эмоциональной она была и уверенной в себе казалась зрителем. И никто не заметил, как от страха и волнения у нее дрожали ноги. В этом она призналась в интервью. Ульяна не только подготовилась к конкурсу, но и поняла, зачем он нужен. Для того, чтобы какие-то новые произведения изучать, чтобы воспитывать все силы воли, уметь наизусть учить такие большие тексты. От тонкого Андерсена до ироничного Довлатова разнообразием жанров отличился и городской этап конкурса. Здесь прозвучали произведения авторов разных стран и эпох. Каждый конкурсант старался превратить свое выступление в мини-спектакль. Кому-то пришлось озвучить сразу многих персонажей – сына и маму, автора и сторожа. Значит, украл? Нет, не украл. А так, просто. Павлик брал мне нельзя, что ли? Ну и я взял. Котик стал вынимать огурцы из кармана. Постой, постой, не выгружай, говорит мама. Сейчас же неси их обратно. Куда же я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Все равно они уже расти не будут. Ничего. Отнесешь и положишь на той же грядке, где и сорвал. Кто-то обратился к драматической теме Великой Отечественной войны, а кто-то говорил о нежности, любви и счастье. К примеру, Екатерина Высоканова прочла письмо драматурга Артура Миллера к Амарелин Монро. А казалось бы, чего проще? Говори каждому встречному слова нежности. И все будут улыбаться, у всех будет хорошее настроение. Но нет. В словах нежности есть какая-то магия. Они застревают в горле, если они отрисованы не тому человеку. А бывает наоборот. Ты не можешь остановиться. Они льются из тебя, как водопад, и ты наслаждаешься произнося. А победителями в этот день стали гимназисты Мария Осипова, Даниил Бобровский и Артем Комаров. Теперь им предстоит выступить на региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика». Екатерина Русского, Сергей Вранков, Тимас Якимов. ТВ спущено.